Силовики против силовика. В Киеве полицейский подорвал гранаты автомобиль сотрудников СБУ. Это произошло сегодня ночью во время спецоперации службы безопасности. Почему оперативники пытались задержать копа? Все подробности выяснял Богдан Вербицкий. Киев, Барварской проспект, около полуночи. Сотрудники СБУ проводят спецоперацию по задержанию нелегального торговца оружием. Внезапно ситуация вышла из-под контроля. Когда он понимал, что его поддерживают сотрудники СБУ, он кинул гранату, которую, собственно, принес продавать, и втек с места событий. Постраждал один сотрудник СБУ. Он с легкими делесными ухудшениями находится сейчас в лекарстве. На инцидент отреагировали в полиции. Объявили подозреваемого в розыск. Но позже оказалось, к взрыву в автомобиле причастны сами правоохранители. На жаль, это действительно выявился сотрудник батальона особенного призначения полиции. И лишний Беркинтовец, к сожалению. Он вытягнул в чеку, граната подорвалась, он выбежал из машины и побег. В СМИ уже появилось имя главного подозреваемого. Им оказался сержант полиции полка особого назначения Владимира Ивашенко. По данным СБУ, горе-правоохранитель торговал оружием. И подобных схем уйма, уверяют криминалисты. Главная причина – отсутствие учета оружия. Это связано с тем, что в Украине идет война. Есть оккупирована территория, с которой на контрольную территорию попадает большая количество нелегальных оружий. Еще один канал поставок нелегального оружия – это сами правоохранители. После реформы полиции так и не удалось убрать нечистых на руку. С большой уверенностью, это группа людей, а не просто сержант. Это не просто полицейские. Это человек, который своего времени работал в Беркуте, который прошел аттестацию. Это то, что было фактически реформой. Если полицейским все-таки удастся задержать преступника, не исключено, что в деле появятся новые детали и звания. Он может раскрыть много прозвищ, которые значительно выше за статусом, чем он. Богдан Вербицкий, Евгений Пахальчук. Подробности – телеканал «Интер». Для того чтобы оказаться в кадре.